Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 18 выпуск пятого сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл сигнал часть 2 для механика, сварив аккумулятор нужный в убежище, закрыл друг с запада часть 1, нашёл всё-таки Исека одного, затем лыжнику, передав 6 тысяч долларов, закрыл друг с запада часть 2 сразу же. С таможни вынес для прапора 0031 папку, закрыл квест-компромат и передал ему 3 больших магазина для АК на 60 патронов, закрыв квест рожки для мороженого. Выпуск поддержали финансово Владос и Макс. Это вам от души, пацаны. Спасибо большое. Обнял. Будьте здоровы. Всем приятного просмотра. Так, первым делом надо будет подкачаться как следует. Ну и сразу второй подход сделаю, а то бывает такое, что я даже забываю, если честно, заглянуть сюда в качалку перед выпуском или после выпуска. Водосборник у меня установлен 2 уровня, да, получается? Да, 2 уровня водосборник мы установили. Хорошо, есть прогресс в этом направлении. Значит, есть на заводе у меня пару задач. Это почтальон Печкин, часть 1 и почтальон Печкин, часть 2. Это один и тот же квест, в принципе. Одно и то же действие. Мне за письмом на завод надо будет сходить. И есть квест-скаут на заводе. Мне нужно 4 выхода с завода обнаружить. Прикупил ключ от выхода с завода, 93 куска он стоит. Забрал с собой и пойдем на завод пробовать делать. Че, про меня? Ах ты хер ебучий! Какой-то топорист, походу. Нехороший в... Попал стопудово! Стопудово! Ах ты ебагла! Че, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Ха-ха-ха! Э, фары врубай вафель! Левый коронный, правый похоронный! На, блядь! Жри, сука! Левый коронный, правый похоронный! Че, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Не пойму, куда он-то бежит все это время? Ах ты ебагла! Нехороший вы, блядь! Мне просто интересно, чем это закончится. Ах ты хер ебучий! Вот хуй! Давай, мочи их! Давай, давай, братюня! Э, фары врубай вафель! На, блядь! Жри, сука! Ах ты ебагла! Вот хуй! Я вообще не понимаю, че он делает, почему он бегает, и он даже не останавливается. Давай, мочи их! У него бесконечная выносливость, что ли? Ах ты хер ебучий! Вколол че? Че, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Нехороший вы, блядь, человек! Давай, мочи его, братан! Он мне, в принципе, не нужен, поэтому я... Да, там топорист. Какой ты? Нормально все у тебя? Ну, блядь, я сейчас в течерк. нормально вроде не убил по железу пошел попробую выйти здесь работает должен работать интересное кино получается ладно я пошел на выход вынесу письмо и еще раз можно будет два выхода только теперь постри 400 небольшим минуты увлекательнейшего приключения значит делается это немножко в обратном порядке сначала я передаю письмо по квесту почтальон печкин часть 2 терапевту завершаю его и перехожу к прапору почтальон печкин часть 1 закрываю нашли письмо в теле посыльного выжили вышли с локации передали письмо терапевту выдает теперь квест на улицах таркова вам посылка говорят найти заказное письмо на локации улица таркова это в здании почты ти до 7 пятниц на неделе опять скаут переиграли так же как вы и говорили в общем писали в комментариях мне осталось найти два выхода с завода первый и третий раз пару выходов уже нашли давай наверно попробуем и еще оставшиеся два найти есть у меня пару кедров так что есть чем на заводе поиграть погнали еще разок туда же были меня опять сюда же заспавнил что таблетку жахнем у меня в общем надо в ту сторону теперь идти в направлении знаешь где эти самые погрузчики и плюс вы бесплатный выход вот может пофиг внедриться попробовать в офис а в административку один попробовал уже схлопотал может мне больше повезет попал моё сзади где-то сидел да что-то меня опять в эту сторону то чем я тебя так огорчил тарков не знаю зачем он пробежал за мной вся возня там происходит и гранаты рвутся и все на свете как раз блин там где я должен был заспавниться блин фигово фигово если честно не очень такой спаун ладно заряжаем патроны пойдем потихоньку как тогда лучше через главные потом в сторону этих погрузчиков ну там точно пацаны нормальные это чего голый пробежал с ближайшего спауна я думаю по-любому откуда он еще мог подбежать пойдем потихоньку посмотрим бесплатный пару корток для опыта поглядеть надо блин там до сих пор рвутся гранаты блин присадка прикинь квестовый предмет может тогда мозги не парить и просто выйти здесь на бесплатном или попросить там людей может попробовать договориться с ними просто выйти а попробуем договориться прям тут алло есть кто живой не стреляйте есть кто живой слышь не стреляй подожди я за квестом пришел пропустишь он не понимает ничего не стреляя подожди не стреляйте не стреляйте не стреляйте нифига динса хатрый договориться не получилось в жух-жух проскользнул все нормально тоже интересное кино получилось да когда они убивают в первых же секундах бировец что-то налетел я если честно даже не разглядел с чем он что он там какие намерения по этому стрельнул и приятно еще то что я присадочку вынес она мне нужна будет их 4 штуки надо будет потом сдать барахольщику с галочкой 1 2 3 еще одну найду и все квест уже готов считай вот такими финтами быстро не спеша сделали квест скаут 4 выхода с завода нашли выжили вышли с локации получаем ключ от выхода завода дает квест черный выход поэтому выходу мне нужно найти обесточенный секретный выход на резерве 24 уровня у меня теперь персонаж и лыжник мне выдал квест осведомлен значит вооружен по этому квесту мне надо три вайфай камеры заложить одну в лесу вторую на таможне и третью на развязке блин миротворец мне же выдал квест рыболовные снасти там что-то в этом духе и там была св-98 мультитул я их не забрал время вышло все я профукал стартовое снаряжение придется за свой счет покупать потом собрался на таможню попробую тряхнуть кассира мне нужны ценную вещь в комнате 203 общежитие на таможне забрать и вынести ее с локации там чумодан в общем под кроватью лежит ой-ой-ой как ты хорош парков нифига в этот раз смотри какой мне хороший он дает спаун сразу заходи и говорит 203 забирай чумодан и проваливай куда тебе надо во все четыре стороны это хорошего это бесценно я бы сказал значит на шабухи здесь я буду первым уже это однозначно если никто там с той стороны сюда не пойдет за палаткой который спаун так нам сунды и вот сунды чик чумодан есть пара курток чтобы было правильно вот арков не огорчает да пара все готово осталось выжить вынести чемодан этот так дальше торопиться нельзя я кого-то слышу или что или кажется не пойму так стрельбу я профукал где то стреляли я что-то так и не понял опачки дикий пошел ты внутрь да подашь там чуваки себя мама она значит поляна скорее всего свободно кто не сидит на ней раз они в общаге да все теперь мы можем знаешь как выходить даже мы можем через кпп здесь проходить правда ключ не резиновый как говорится раз он у меня есть что мариновать что ли его теперь куда я его еще использую на заводе я не играю почти черт как отсюда летит не понимаю меня кто-то видит может его моих там несколько в кпп зашли по ходу по мне инфа прошла я так думаю но они точно отсюда не уйдут блин не ходил через ту стварну никогда в том направлении и не надо было начинать честно говоря спокойно пошел бы через скалы и уже бы наверное в стороне выхода был ну так и запишем там делать нечего в начале рейда а а я фонарик не взял о молодец ладно не сильно темно так то я с утра пораньше вышел в общем время видно 6 утра 6 утра 6 утра 6 утра 6 утра я короче в общежитии теперь не успеваю по-любому на раннем таймингу на раннем тайминге давай тогда попробую посмотрю что в компьютерах может видеокарту найду какой-нибудь или ключик драгоценный так как у собой взял а видео карта ну да ну да ну да вот это интересно низ клик я нечаянно теперь так довольно скромно по компьютерам посмотреть что нибудь туда сюда чуть время пройдет хотя даже не знаю есть ли смысл ждать надо идти я думаю потихонечку в ту сторону просто да и все да ладно на этой стороне я тогда посмотрю газель наличие флешек может быть в компьютерах что-то найду или флешку или кулеры же мне еще тоже нужны загляну потом сюда наверх пойду незаметно в сторону общежития если живой останусь спешить не будем постараемся аккуратненько выполнить квест вот я тоже молодец да в общежитии стрельнули два раза в прошлом рейде я такой ну значит поляна свободна а сам такой в другую сторону от поляны пошел все сделал неправильно слышал да что-то по моему глушенное было или ну понятно в общем никого куртки тоже бы поглядывать не помешало однозначно газоанализатор лежит ключики квестовые сами себя не найдут однозначно да а вот он красавчик перекусить будет чё уже неплохо ну вот кое чё и под голыми если выйдем живыми да болтики шмолтики вот это продать же можно хорошо сейчас болтики стабильный товар они всегда в цене в общежитии зажимают по моему ду джоску причем там довольна пошли дальше тут куртек я еще погляжу пойду через зеленку незаметно в сторону общежитий яичко нашел золотое яичко пойдет тут еще ценности гляну в ротике ничего нет понял вот уже светлее да на улице что время хорошее подобрал подгадал яичко кто такой дикий нет это не дикий чувака ладно это был чувака на логане через заправку пошел да все я зафиксировал братюня про меня скорее всего служивая ряд в общем если он это или это все таки дикий был пока не понятно вот и солнышко встало да что ты упырь упырь не стой ноги встал что ли о ролик преследует меня а я же говорю там чувака шалон через заправку хорошо но мне чувака не нужны и дикие не нужны мне нужно нужен чемодан только и все питомство солнце светит прямо в глаз загорай моя спина это это валик пойдет вот здесь патронов говорят вообще же те еще шумят хорошего в этом немного конечно но вроде как шумит правая сторона которая ближе к платному выходу на машине которая да поэтому можно как варик проскользнуть незаметно через шаверма который ларек там рядышком стоит а значит пойдем через зелень блин я так неудачно веткой шуманул пойдем через зелень которая ближе к этой блин блин а у меня в спине там чувака который на заправке будет опа да они меня услышали видимо там что-то что-то кого-то разыскивает хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе пошел рано утром в рейд с расчетом на то что возможно будет потише как-то на локации а оно что-то как-то наоборот еще хуже так вот по низине потихоньку потихоньку где-то дикий был же еще тут как раз где-то тут и был кстати говоря так докопались до того который на заправке там был похоже слышу убежал кто-то внутрь этого контейнера по моему вообще же тех кого-то слышал и 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 как-нибудь так вот что ли автомат я не заберу а мы вот так вот сделаем ну в общем да сори что так вышло я хотел просто идти на выход вот она лодка а вот он я фу вынес все таки чумодан получается блин я про вайфай камеру то забыл я там заспавнился и тут выходил теперь опять пробегал это место где надо было вайфай камеру заложить забыл вообще про нее и забрал вынес чумодан с 203 комнаты передаем прапору и закрываем квест тряхнуть кассира доступен первый квест из серии карателей там по моему шесть карателей в общем первый из них это убить диких на берегу используя автоматы серии акм 15 диких на берегу и анестезия квест выдает мне нужно пометить маркером на берегу три места торговли такую вот пушку себя состряпал и с ней пойду прогуляюсь на бережок разочек да эх не угадал не подгадал я да спаун черти где получился в итоге а все места торговли все скорые помощи которые меня интересуют все это находится на противоположном конце карты ладно раз уж я здесь заспавнился такая тогда маршрут буду выстраивать следующим образом сначала иду на норвенский на норвенском мне необходимо эти волнорезы ядрену ваш пометить ну в лодку заложить то есть точнее св-98 мультитул так что будем пробовать в любом случае туда мне придется идти просто если бы я на той стороне заспавнился у меня было бы чуть больше времени чтобы пометить эти всякие точки тем более что там первые две точки были бы сразу да автомобили скорой помощи прям там же стоят на тоннеле ладно не спеша сделаем что нам торопиться некуда потихонечку помаленечку сделаем вообще по хорошему в первую очередь бы скинуть из вы 98 мультитул по факту это те предметы которые я потеряю ну вы свои 98 по крайней мере каждый раз 50 тысяч тратить что ли чтобы ее брать с собой в рейды или можно было бы в ночной рейд так-то запуститься вот это даже было бы и правильный если встречки не будет то я спокойно спущусь и заложу то что мне нужно встречка чаще всего есть так ложись закладываем все отлично заложил хорошо остается выжать в эти с локации чтобы этот квест завершился но самое главное что мне не нужно будет потом лежать там целую минуту и закладывать все это барахло так что можно сказать что самое сложное уже позади по этому квесту конкретно ну а тут сейчас на норвенском у нас тела для терапевта и точка торговли для кого прапора получается есть можно кстати флешки посмотреть да пойдем попялимся а вот оно тело есть коллеги часть первая тут же есть сейфы и компьютеры здорово электрокомпоненты первый раз нашел все пока с норвинским покончено а я этот планшет выложу уже чтобы прятать ух ты что это за блик такой чтобы маячки спрятать под сумок выложил планшет так то у меня ключи от берега нет да и даже если бы были я немножко по другим делам тут нормальные добрые сейфы попались все моя миссия здесь выполнена картотеки лутать не буду пойду пожалуй в коттеджи или наверх подняться что то и наверху я вообще никакой стрельбы не слышал ну там такие крайне прям открытые места хотя если я заспавлюсь там в следующий раз там и помечу пойдем пофиг на норвинск ой на этот ну ты понял на лазурку все даже если я погибну ничего страшного не произойдет единственное непонятно где дикие ни на заправке ни на норвинском их не было где-то же они есть по-любому то вроде с акмом хожу а толку понятного не убил на тетсе будут на гейсе то есть готов поспорить так что и там зачистим об задину что разок глянем тут никаких движений нет это тишина ну и ладно если бы были у меня маячки точнее глушилки можно было бы чупа чупс и антенну там пометить но мы по ходу пьесы все это пометим в любом случае квестов сейчас огромнейшее просто количество будет здесь на берегу терапевт и лыжники прапор и миротворец огромную кучу будет квестов давать все потихонечку будем делать не спеша и с кайфом как мы любим да ладно на гейсе тоже нет никого не понял ну как бы ну ладно запустился я время примерно в пять около шести вечера да да уже седьмой час пол седьмого без двадцати пяти получается 7 может быть поэтому не так густо народу хозяин да вода имеется все нормально в принципе ничего страшного я там это для лыжника надо будет сидеть и прятать да этот маяк а для прапора достаточно просто его туда поставить да и все поставил на скорую поставил на точку торговли и вниз на всякий случай жахнул вазелина для бейсбалла если вдруг по ногам постреляют чтобы я хотя бы не хромой был чтобы был шанс ноги сделать короче я понял я понял вот где все дикие блин там кто то есть так блин вот в следующий раз когда вот так будет происходить я лучше развернусь в такой ситуации и пойду на другую точку которая мне нужна точку интереса да лучше бы я сейчас отвернулся пошел на коттеджи спокойно там пометил и скорые причем вот это надеюсь на непонятно что да на какую удачу очевидно же было что он там зачем пошел непонятно акмн возьму почему акмн потому что вот здесь крепление есть а я люблю с акп 7 вот этим прицелом играть вот уже половина пушек собрана хи 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 вот такой скромной сборки главное что есть глушитель есть прицел и чуть эргономики добавили все нормально что его мая черт где опять меня заспаунило вообще на другом конце карты блин не люблю я берег вот за эту вот фигуру растянуто размазано блин точек интереса квестовых квестовых чуть да не чуть в одной стороне все почти ну чё теперь давай делать потихоньку блин наверное зря сюда пошел надо было точно также взять маршрут просто вдоль берега эти до заправки блин и норвенский же по-любому надо опять спускаться получается она поглядя чем куда-нибудь пустик еще за так задача врачебная тайна все ни один не считается труп который я обнаружил хотя я один только обнаружил придется все заново опять на норвенский эти тогда мы посмотрим сейчас спаун диких здесь блин там передо мной прям есть спаун чевиков смотрим сейчас порт и дальше больше плясать вдоль берега пока будем до заправки хотя можно было бы на чупа-чупс подняться посмотреть но там обычно кто недалеко тут спавнится обычно на чупа-чупс и бегут что мне очень интересно так то хотя можно было бы вот там братью не где вы нет ни одного получается не братью не нет диких пойдем туда в сторону норвенского а давай норвенский посмотрим и потом на чупик попробуем вернуться все таки чё нам надо нам надо диких стрелять вот и будем диких потихоньку стрелять нехорошо конечно брать несколько сразу задач и пытаться сделать их все так добро обычно не приводит вот если бы надо было бы св я кого-то слышал по моему если бы надо было бы св-98 заложить и мультитул только то я пошел прямиком на тоннель скорее всего бы выжил закрыл бы квест а теперь он висит пока да ну я же слышал кого-то точно чё галюной уже лис может хватит таркова на сегодня вот как ориентироваться по этому звуку где-то здесь где-то здесь это было или нет вот это на газ было да а еще и мосинку слышал там на берегу где-то примерно так что если я сейчас на норвенский спущусь то скорее всего это билет в один конец будет да окей да слышишь на берегу там постреляют ладно давай тогда за основу возьмем какой-то один квест например за основу возьмем пометить места торговли и будем двигаться в этом направлении значит место торговли у нас на норвенском раз мы туда и пойдем война норвенском говорю на лазурном там тоже уже стреляют на лазурке а нет это снайпер скорее всего шлепает по скале там скорее всего за санатория вот а это дикие только что стреляли в деревне поле на коттеджах то ли это в этом духе гляну диких а то они меня в спину будет стрелять нет никого прошло не вижу никого на крыше не вижу никого окей пошли к скорой помощи для вместо торговли стреляют приблизительно вот где где эти снайпера на скалах там на ручье где раньше выход помните был это вроде в той стороне опа елки-палки ну вы тоже слышали шаги я думаю прыгает до супер все понял развлекайтесь без меня повторять одних и тех же ошибок я не хочу водитесь размножайтесь сокращайтесь что хотите то и делайте пойду тогда ну куда на тоннель схожу там сброшу пару маячков вот так вот быстро не спеша бережку буду пытаться ближе это на острове стреляли ну да вообще я не зря ушел оттуда скорее всего там блин видишь еще на открытой местности как на ладони там пятачок такой они все сидят там по углам пешком спокойно тихо идти тоже не вариант ну чё спочину первенец есть пер пошел ого у меня оказывается не очень то дела да вот а вот это вот вот мосинка все 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 правильно вот это та мосинка которая с острова пошла туда здорово значит скорее всего впереди у меня вообще никого нет из чувака скорее всего и можно спокойно сейчас добежать до тоннеля без приключений и пометить две скорые и просто хотя бы два этих самых маячка освободиться два хотя бы места я уже туда глушилки заберу если спал на той стороне снова будет хотя бы не просто бежать придется пол карты пометим две точки заглушим точнее в общем вот так вот ходим и бродим просто так на уровне ходить довольно глупо тем более учитывая что я в соло в одного у меня это столько минус сколько преимущество да в моей ситуе вели дикий даже есть это даже хорошо где-то брать его в бункере нифига не в бункере в деревне возня так надо маяки скинуть в первую очередь ого как он весь окровавленный сотребил а ну это ему синист как раз и стрелял возможно по нему все это время так пошел первый маяк на дерево это там от души второй все все время ждем дыхание пока прирастут и на выход Хотя подожди, чё на выход? А, выжить выйти с локацией же нужно по-любому. Всё, успел. Я ещё думаю, чё-то вторая не щёлкнула, нормально. Вот это другой разговор, я считаю, спокойно, аккуратно, пошёл, есть возможность, сделал, нет возможности, нефиг лезть туда, ну куда мне там, в одного, да, выходить на открытую и что-то пытаться там кого-то разматывать, что ли? Я не того уровня игрок, чтобы санаторий класть. Всё, рыболовные снасти можем закрывать, снайперскую винтовку и мультитул мы заложили, в другом рейде вышли с локации, всё нормалёк. Сафари на Тигра квест выдаёт, мне нужно, говорит, идти на таможню и пометить три автомобиля Тигр. На этом пока всё, всем спасибо за просмотр, надеюсь выпуск вам понравился, благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх, добрые комментарии и подсказки. Если бы не написали, я бы, может быть, скаута бы и не делался. Всем приятной игры, хорошего настроения, до следующего выпуска. До свидания.